Наведение парадки на сельгаз-объектах, технологичная дисциплина, выплата достойной заработной платы, подрыхтовка техники для основных полевых работ. Гэты и многие иншие актуальные пытания были у центра уваги специалистов подчас областного семинара на Рады. Он пройшел в Дубрушском районе. Об огученных в основах, заувагах и планах сюжет наших корреспондентов. Практичная частка семинара на Рады началась с наведывания молочно-товарной фирмы «Рассвет» открытых акционерного товарыства «Жгунская». У Дубрушском районе самый высокий по регионе процент ферм, побудованных еще в середине минулого ста годзе. У сего у 13 сельгаз-организаций района прикладно 60 ферм. Масово узводить новые затратно. Тому треба наводить парадок уяснуючих. Починать с минимального, например, зналежного санитарного стану у господарках. Конечно же, эти фермы, как сказал глава государства, надо приводить в порядок, налаживать трудовую дисциплину и получать продукцию. Нам удалось это сделать, но, наверное, не в полной мере, надо еще дорабатывать. И мы по-новому взялись опять эти фермы реанимировать. Работники повинны працывать в нормальных умовах. Это тычется, як техники безопасности, забеспечения необходимым инвентаром и вопроткой, так и своечасовые выплаты адекватной зарплаты. У сельгаз-галинья Дубрушского района середняя прикладно 600 рублёв. А как бы она росла, господарки повинны быть загружены. Нам самое главное, чтобы сберечь людей, чтобы люди нормально шли в сельское хозяйство работать, чтобы шли на предприятия работать. Поэтому мы показываем руководителям района, инженерной службы и всем остальным заинтересованным, что не надо сильно много больших вложений, ведь база-то есть. Просто эту базу надо привести в соответствие ей. Больше ничего. Зараз у регионе рыхтуют до авиасновых полевых работ агрегаты. Летость, коли поделить всю купленную сельгаз-технику на колькась господарок, то на кожную пришлося прикладно по 8 новых одинок. Это у тымлик у гляба, працовучие кормоуборочные машины. Усе пассивные агрегаты повинны быть подрыхтованы до первого саковика. Акценты на другасный рынок. Размова об тем, как агросервисы в области давали другое житё технице, яка выпрацевала свой ресурс. Ее можно ремонтовать и затем продавать на полову та нечим новую, пришим с гарантой на год. Зараз агросервисы четырех районов займаются такой работой. Задача долучить до этой деятельности усею, снуючая в области. Пришим вертать до працы необходимы не только сельгаз-машины, а и вузлы, механизмы и детали. Вторичный рынок должен жить. Но для этого надо ещё потрудиться с рекламой, с биржой, с ярмарками. То есть с представлением этого ресурса на рынке. Дальше сёлита, площадь для засухоустовливых культур, у регионе повелишись прикладно на 10%. Акцент на просо и кукурузу. А пошлия культура сёлита займа около 350 тысяч гектаров палетков. Работаем с такой культурой, как просо. Она даст нам также хорошую прибавку кормам. Ну и непосредственно, конечно, наша культура – это кукуруза, которая будет размещена на 350 тысяч гектар. Из них 79 тысяч – это на зерно. Зерно нам нужно для птицеводческих предприятий, свинокомплексов и, естественно, крупнорогатого скота. Что до инших засухоустовливых культур, то раши не примут весной после обследования азимых. У целом азимую сяобу провели амаль на 300 тысяч гектаров. Под Яровой запланована амаль удвоя больше. Марина Джала, Валерий Хопанько, телерадиокомпания «Гомелес» Добрушского района.